Почему возраст земли вообще должен волновать христиан? Потому что он напрямую влияет на Евангелие. Если вы слушаете и думаете, какой это вообще имеет отношение к Евангелию, то позвольте рассказать вам одну историю. Несколько лет тому назад я служил вместе с некоторыми пасторами и церковными лидерами. Мы сидели за круглым столом, и в определенный момент нам было предложено представиться и описать наше служение. И когда я объявил, что я апологет, занимающийся вопросами сотворения и эволюции, защищающий первой главы бытия, то сидящий рядом со мной пастор стал, скажем, рьяно возражать, утверждая, что эволюция несовместима с Библией. Но весь этот конфликт о возрасте земли абсолютно абсурден. Почему христиане должны спорить о таких маловажных, тривиальных и второстепенных вещах? Библия не говорит об этом. И это никак не влияет на Евангелие. И он продолжал в том же духе. Я не знаю, имел ли этот пастор негативный опыт от встречи с библейским креационистом, который не смог ему как следует объяснить суть вопроса. Потом я не хочу судить его реакцию. Но когда он немного успокоился, то я ему сказал, что это очень важный вопрос. Поскольку это вопрос Евангелия, и если что-то влияет на способность христиан защищать Евангелие, то это важный вопрос. После того, как он заявил, что не видит здесь никакой связи с Евангелием, то я скротостью и смирением, как и написано во 2 Петра 3.15, задал ему несколько вопросов. Видите ли, если спросить среднестатистического христианина о том, чем является Евангелие, то вы услышите что-то вроде «Иисус спас меня от грехов». Хорошо, но это слишком упрощено. Откуда взялся грех? Из-за греха первого человека Адама, как написано в Римлянам 5.12, как через одного человека грех вошел в мир и так далее. Но что является наказанием за грех? Наказание за грех – смерть, говорится в Римлянам 6.23. Но дар Божий – вечная жизнь во Христе Иисусе. А в Римлянам 5.12 говорится, что смерть вошла в мир через одного человека. Но была ли это только духовная смерть? Нет. Бог сказал Адаму «Прах ты, и в прах возвратишься». Потому Иисус умер физической смертью, чтобы заплатить возмездие за грех. Итак, смерть, которую Адам принес, была не только духовной, но и физической. В Бытии 1.29.30 говорится, что в начале, до греха, мир был настолько хорошим, что как люди, так и животные питались зеленью, что означает, что не было хищничества до грехопадения. А в Римлянам 8.22 говорится, что все творение, стинает из-за греха. Потому что не только человек понес наказание в результате грехопадения. И вот где возраст Земли имеет значение. Я указал, что если вы хотите добавить миллионы лет в Библию, то где вы их разместите? Вы не можете разместить их после Адама и Евы из-за генеалогии. Потому единственное место, куда христиане размещают миллионы лет, это шесть дней творения. Причина, по которой люди пришли к выводу о миллиардах лет истории Земли, в том, что их учат, что большинство горных пород в мире были отложены на протяжении миллионов лет, а не в результате глобального потопа. Но что находится в этих горных породах? Окаменелости, мертвые организмы. Как Бог мог использовать миллиарды лет смерти и страдания до греха Адама? Отчего пришел бы спасать нас Иисус, если смерть была до греха? Подумайте об этом. Если смерть существовала до грехопадения, то смерть не является наказанием за грех. А если она не является наказанием за грех, то смерть Иисуса не платит за наш грех. Почему возраст Земли вообще существует? Потому что это вопрос Евангелия. Субтитры создавал DimaTorzok